Новые технологии пришли на помощь и аграриям Кубани. Сельхозпроизводители вооружились дронами и теперь могут обработать поля там, куда большая авиация добраться не в силах. В нашем крае раскрыли неожиданные способности беспилотников. Такая техника пригодится, к примеру, при борьбе с насекомыми и сырниками на рисовых чеках. Дроны в деле показали в Абинском районе. Анастасия Маркова наблюдала за полетами. Ну что, Артем, от винта? От винта. А их на дроне аж шесть штук. Отсюда и название Гексокоптер. Разработка китайских ученых, лидеров мирового рынка беспилотных летательных аппаратов. Именно в Поднебесной братья Кривецкие когда-то обучались искусству пилотирования дронами. Сегодня уже кубанцы делятся опытом с азиатами. Да, они даже просто себе не представляли, как происходит работа на полях с какими-то перегибами, со сложным рельефом, с лесополосами. У них не были эти методики отработанные. И вот благодаря нам они сделали новое программное обеспечение, именно уже адаптированное для России. Программирует коптер заранее, еще до того, как он взмоет над полем. Пилоты вносят данные о полете, а дрон уже самостоятельно считывает рельеф и придерживается заданной высоты. Залетает и в труднодоступные места, минуя кроны деревьев. Безопасен для птиц, людей, животных. Любые препятствия на своем пути машина обходит стороной. Электропередачи замечает за 20 метров. Главная отличительная особенность этого дрона, самая крутая штука, это наличие на нем высокоточного радара. Вот этой вот вещи, которая именно позволила использовать этот дрон в сельском хозяйстве. В отличие от самолетов и вертолетов, согласовывать полеты дрона заранее не надо. Нет необходимости наносить разметку на поля и привлекать сигнальщиков. Да и погодные условия на работу беспилотника особо не влияют. Ни погода, ни повод откладывать работу. Тут дождь и даже ветер для дронов не помеха. И беспилотникам не нужны большие высоты. Они держатся ближе к земле, где нет сильных порывов ветра. За один полет гексокоптеры распыляют 20 литров химикатов, такой объем бака. За тем, что происходит над полем, кубанские аграрии следят не отрывая глаз. О плюсах беспилотников слышали в теории. На практике видят впервые. Но интересуют земледельцев не только технические возможности летательных аппаратов, но и экономическая выгода. С помощью беспилотных летательных аппаратов мы можем обрабатывать поля, где растет рис. Не обрабатывая элементы рисовой растительной системы. Валы, дороги, каналы. Это составляет порядка 10%. То есть можно смело сказать, что у нас как минимум 10% составляет экономия непосредственно самого пестицида. Это около 800 рублей с гектара. А если прибавить и экономию от выборочного распыления, то еще 20% выгоды. Все это отразится и на конечной стоимости продукта. Пришли к заключению аграрии уже на семинаре. Говорили на нем и о сроках обработки. Они станут меньше, ведь трудиться на полях дроны могут в ночное время. И там, куда самолетам и вертолетам доступ закрыт. Беспилотные летательные аппараты имеют электрическую силовую установку. Их можно применять в водоохранных зонах, в заповедниках, в различных других зонах, где авиацию, моторизированные средства применять нельзя. Беспилотники уже следят за скоростным режимом на дорогах Кубани. Мониторят пожарную обстановку, ищут пропавших. Не исключено, что в скором времени дроны станут незаменимыми помощниками аграрии в крае.